Приветствую вас, и первое, с чего мне хотелось бы нажать свой ответ, это с того, чтобы сказать вам, получится очерчивать свои границы можно, если уметь и не видеть препятствий на пути к тому, чтобы говорить «нет, я не хочу, мне нравится, я так хочу». Это личные границы, то есть, по сути дела, корректирование своего поведения в зависимости от вашего личного восприятия и самооценки. При этом, здесь сразу можно и нужно оговориться о том, что это не должно вредить другим людям, вот если вы говорите. Если вы говорите, что я чего-то желаю, то это ни в коем случае не должно вредить другим людям. Значит, следующее, что я хочу сказать, заключается в том, что чтобы вас уважать как личность, необходимо в первую очередь быть личностью. Возникает вопрос, а что такое личность? Возникает вопрос, а как вы понимаете личность? И здесь сразу приходит ответ, что личность – это выбор. Личность – это выбор. То есть, когда вы совершаете свой выбор, когда вы, выполняя некоторые определенные социальные роли, делаете выбор, исходя из своих ценностей, исходя из своих идеалов, исходя из своих представлений о том, что правильно, а что нет, опираясь на именно собственные ценности и собственные взгляды, а не на аналогичное, что принято, допустим, в обществе и так далее, то это и есть, по сути, личностный выбор. И чтобы вас уважали за него, чтобы вас уважали как личность, нужно не только совершать этот личностный выбор, этого мало, мало совершить выбор. Важно его отстоять, этот выбор. Важно следовать тем путем, я имею в виду путем выбор, который вы сделали, и не делать шагов назад. И вот тогда, если вы сделаете подобное, если вы будете двигаться к этому, если вы будете принимать и совершать личностный выбор, то вас, как вас, краткие будут уважать как личность. Но нужно сказать, что личность всегда боятся. Люди боятся, когда кто-то совершает другой выбор, не укладывающийся в сознание людей, а в привычную модель поведения. Люди боятся личности. Люди всегда пытаются подавить личность. Поэтому, если мы здесь говорим именно о уважении, то уважение это будет не у всех, а только у некоторых людей, которые будут вас, ну, скажем так, которые будут вас так воспринимать, которые будут вас воспринимать как личность, а это, к сожалению, далеко не все люди. Далеко не все способны видеть в другом человеке личность. Далеко не все способны принять, что у кого-то может быть свой выбор, свое решение, своя модель поведения и так далее. И вот это вам тоже нужно понимать. Поэтому, если вы хотите быть личностью, то вам нужно не только совершать выбор, но и быть готовым к тому, что ваш выбор будет осуждать и пытаться подчинить его господствующей модели поведения в той или иной социальной среде, в которой вы находитесь. Люди всячески боятся неопределенности. И общество и социальные средства позволяют человеку во всех отношениях, во всех и во всех смыслах свести к минимуму вот эту самую неопределенность. Если вы хотите, чтобы вас уважали как личность, готовьте к тому, что вы будете принимать решения именно в условиях неопределенности. Только в условиях неопределенности можно говорить о том, что человек совершает личностный выбор. Только в тех ситуациях, которые не предопределены социальной средой, только в этих ситуациях, принимая решения и делая выбор, человек по своей сути является личностью. Но неопределенность в силу своей специфики, в силу своей особенности является тем, что общество старается всячески избежать. Поэтому сейчас представлю, что если вы будете как-то вот тяготеть, если вы будете стремиться к тому, чтобы общество, ну, чтобы быть личностью, то общество будет вас, скорее всего, отталкивать и отвергать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если вы задаетесь таким вопросом, вопросом довольно обширный, довольно многосторонний, то лучше выбрать эксперта, с которым вы могли бы учиться и проходить личностный рост именно с тем и именно для того, чтобы быть той, кем вы хотите быть. Желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения относительно своей жизни.